Здравствуйте! Майкл говорит. Итак, сегодня 30 октября 2023 года. Мало кто знает, но 30 октября в России отмечается как День памяти жертв политических репрессий. Эта дата была учреждена в 1974 году двумя политическими заключенными СССР. Алексеем Мурженко и Кронидом Любарским. Отметили дату, как смогли тогда, голодовкой в лагерях. Прошло почти 50 лет, и нынешние политзаключенные России собираются отметить ее также голодовкой. Знаете, даже лет 20 назад фраза «Был бы человек, а статья найдется» вызывала уже улыбку. Фраза казалась вырожденной. Казалось, что времена, когда посадить могут каждого и за что угодно, ушли в палеонтологию. Сейчас, не 37-й год, правда? Че хочешь, то и говори. Тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да че прятаться-то? Это плотник четвертого разряда, Васильич. Он тогда мало что знал и сейчас так думает. Но руководит страной 23 года и дальше собирается. Вот что поразительно. В 90-е годы существовала практически полная свобода слова и гражданских собраний. Говори и пиши, что хочешь. Пикетируй и митингуй. Где хочешь и когда хочешь. Теперь шкалеров уверяют, что тогда страна находилась на грани распада. И при этом у нас фактически полный запрет на гражданские свободы и их выражение. Странно, да? То есть слабая страна в 90-е не боялась демократических появлений. А сильная страна Путина ужасно их боится. Сталинское клеймо «враг народа» видоизменилось, укоротилось до одного слова и сейчас звучит как экстремист. Путинское государство извернулось змеей и укусило себя за хвост. КГБшник, НКВДшник и чекист не мог построить ничего другого. Кто был врагом народа, тот стал экстремистом или создателем экстремистского сообщества. И ведь они репрессируют и карают не только политических фигур, которых претендуют на власть, которых они боятся. Типа Алексея Навального, иностранного агента Илью Яшина, иностранного агента Карамурзу, Алексея Гориного или Лилию Чанышеву. Это все равно было бы по-звериному, но хотя бы объяснимо – власть наша. Если вы на нее претендуете, значит вы – экстремисты, жестоко, несправедливо, но вполне закономерно для авторитарного государства. Самый знаменитый политзек Российской Федерации – Алексей Навальный, которого признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете. Но он играл в политическую игру в авторитарном государстве с самой высокой ставкой. Он претендовал на звание президента РФ и проиграл. Но другие не играли в эту игру, нет. А с ними все равно расправились, расправляются с кем угодно – с рядовыми гражданами, с пенсионерами, студентами, журналистами, учеными, режиссерами, сценаристами, какими-то другими творческими личностями. Правда, плотник четвертого разряда об этом не знает. И я ему верю, кстати. Не настораживает ли вас, Владимир Владимирович, тот факт, что в последнее время едва ли не единственным наказанием для, так сказать, сомневающейся части общества является арест? Я имею в виду, назову фамилии, например, Борис Когорлицкий на днях, Евгения Беркович далеко не на днях. Скажите, это же люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Но, слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые, знаете, думают, что, а может быть, и 37-й? Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите. Значит, я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали и что с ними сделали. Это просто я вам говорю о своем отношении в целом к проблеме. Одна из историй, которая меня потрясает, это история Саши Скочеленко. Еще полтора года назад малоизвестная художница из Питера. Над ней издеваются с весны 2022-го только за то, что Саша в одном из магазинов заменила ценники на товарах маленькими антивоенными листовками. Да их увидели-то человек 20 от силы. На Сашу донесли, ее сдержали, обвинили в распространении фейков, арестовали, посадили в СИЗО. Она сидит в тюрьме полтора года. СИЗО – это тюрьма. Ее судят. Заседание за заседанием. Были дни, когда ее привозили до завтрака и увозили после ужина. Она не могла поесть. Ее судят так, как будто она руководила бандой лет 20. Но я не буду перечислять всех репрессированных. Вы и сами можете это узнать. Смысл политических репрессий очень прост. Сохранение власти и устранение любых политических угроз. Все. Не ищите больше ничего. Самое простое объяснение почти всегда самое верное. Возможно, в 2012 году, войдя в Кремль в третий раз и уже бессрочно, наш Владимир Владимирович сказал силовому блоку – «Я занимаюсь политикой, вы занимаетесь неприкосновенностью моей власти». Силовой блок взял под козырек и начал исполнять по всей своей вертикали. С февраля 2022 года риски возросли. И тогда Госдума быстро напринимала массу других законов, по которым можно схватить и посадить любого. Законы о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Законы о фейках в отношении вооруженных сил Российской Федерации. Закон о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Черт его знает, что это такое. Иностранных агентов определяют пачками каждую пятницу. Хотят экстрадиции россиян из других стран, чтобы судить их здесь за то, что они что-то там сказали. Хотя тезис у охранителей был простой. Не нравится в России – вали. И россияне свалили. Оставили свои работы, семьи и дома. Уехали на чужбину, как вы и хотели. Че вам еще надо от них? Нет. Подайте их сюда, будем судить. Знаете, чем отличается судопроизводство? В демократических странах от судопроизводства в авторитарных. В первом случае действует главенствующий принцип Фемиды. Принцип достаточного основания или презумпция невиновности до приговора суда. Человек считается невиновным. А бремя доказательства лежит на стороне обвинения. Ты обвиняешь – ты и докажи. Убеди в этом суд. В авторитарных же странах этот принцип выворачивается наизнанку и начинает действовать презумпция виновности. Человек, приведенный в суд, уже виноват. И на подсудимом лежит бремя оправдания. Если ты не виноват – докажи, убеди в этом суд. Еще раз. В первом случае прокурор должен убедить суд, что подсудимый виноват. Во втором случае адвокат должен убедить, что подсудимый не виноват. И, как правило, это не получится. Суды в авторитарных странах именно так и работают. Понимаете, здесь замкнутый круг. Если бы государство не было авторитарным, то и таких уголовных дел не было бы. А если они есть, значит государство авторитарное, а оно не может проиграть политических дел. Система, какая бы она ни была, поганая, должна быть цельной, как и все системы в природе. Принцип достаточного основания не работает в данном случае, потому что государственные органы не выявляют преступника, отталкиваясь от преступления, а назначают его, приписывая ему преступление. Точка отчета больше не служит самому преступлению. Когда нужно найти того, кто его совершил, точка отчета служит сам человек. Ты что-то сказал или написал – ты преступник. Что тут доказывать? Какие нужны еще основания? Какой смысл существования адвокатов? Какой смысл суда, как состязательного мероприятия? Никаких смыслов. Суды по политическим статьям стали чем-то вроде трибуналов. Инквизиционных, где судили за ересь, за ведьмство. Ты, ретик, ты ведьма. Сейчас мы тебя утопим. Если умрешь, значит докажешь, что не ведьма. Признаем ошибку. Как в позднем СССР признавали ошибку и реабилитировали расстрелянных. Все, чего мучительно не хватает карательным органам России сейчас – это идеологии. Пока они похожи на стрелков 18 века с кремневыми ружьями. Назовем их скрепа. Ружье скрепа. А они стреляют по одиночным целям. Потом какое-то время требуется, чтобы перезадить ружье. Засыпать порох на полку, засыпать порох в ствол, засунуть пулю, затолкать ее шомполом, взвести курок, прицелиться и только потом стрелять. Долго. Низкая результативность. А вот если у них будет идеология и сопутствующие ей уголовные статьи, тогда дело пойдет быстрее. Тогда они станут стрелками с танкового пулемета. Назовем его духовность. Вот тогда они будут законодательно отстреливать смутьянов пачками. У Сталина это была статья 58.10 от 1926 года. Она гласила. Пропаганда или агитация, содержащая призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания, влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. По ней шли в лагеря или к стенке все политзаключенные. Все враги народа. В УК РСФСР от 1960 года появилась статья 70 и 191. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания, до семи лет лишения свободы. Что они могут сейчас написать в уголовных статьях? Они могут написать распространение заведомо ложной информации о российской действительности. Информации необоснованно негативной о российской действительности. Информации, подрывающей доверие к Российской Федерации. Да я не знаю, что там можно написать. Все, что угодно можно сформулировать поганым, казуистическим языком репрессивной системы. В качестве эрзац идеологии некто Валерий Фадеев, который по гомерическому совпадению является председателем Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, предлагал юридически закрепить понятие русофобия и подвести под него определенные статьи из Уголовного кодекса. Ну, чтобы было еще за что сажать россиянчика. О, вот это уже близко к идеологии. Фадеев приблизился к последней черте, но остановился. Дело в том, что в современной России нет базы для идеологии, нет фундамента. Не на что опереться в праведном гневе. В СССР идеология базировалась, собственно, на идее пролетарского государства, на партии рабочих, крестьян, как руководящей и направляющей силы, на создании нового типа человека, прогрессивного советского человека. Понятное дело, что тот, кто против советской власти, он против рабочего и крестьянина, против нового типа человека, против прогресса. Такой индивидуум должен быть осужден. Кого и что поставить в основу идеологии современной России? Человека духовного? Скрепное общество? Хранителей традиционных ценностей? Что? Они думают, они работают над этим, они усердно стараются. Плотнику четвертого разряда вновь избираться в марте. И еще на шесть лет надо его обезопасить. Государство Российская Федерация, так мы по привычке называем систему институтов, власти и законы, которые управляют территорией страны под названием Россия. Так вот, Российская Федерация, архаичное или сугубо декларативное название, по сути, мы давно, а последние, считай, два года особо, живем в российско-путинском государстве с его многочисленными репрессивными нормами, которые покрыли Российскую Федерацию, как бентас, днища парусных кораблей. Бентас – это, проще говоря, ракушки, которые покрывают киль деревянного корабля. Киль обрастал ими со временем. Была даже такая пытка, а вернее смертная казнь – протягивание под кильем, когда провинившегося моряка тащили под нищим поперек корабля. Ракушки разрывали его плоть, и бедняга умирала от кровотечения. Примерно то же самое делает современная российская правоохранительная судебная система – протягивает россиянина под кильем через наросты репрессивных норм. Но периодически моряки проводили такую трудоемкую процедуру, как киливание. Корабль заваливали на бок, на мелководье, и счищали бентас, потому что с ним скорость судна значительно падала. После киливания корабль шел резвей. Наступит время, обязательно наступит, когда всему российскому обществу придется вздохнуть, напрячься и произвести киливание Российской Федерации.